МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, уважаемые жители города Канакова и дорогие ветераны! От всей души поздравляю вас с наступающим праздником 69-й годовщины победы над фашистской Германией. Искренние слова благодарности за то, что над нашим небом мир, земля и счастье. Благодарим вас от всей души. И хочу сказать, что ветеранов остается не так уж много. И мы прикладываем все усилия, чтобы жизнь их была все лучше и лучше. И вот парад 9 мая, который будет проходить в нашем городе Канакова, мы, конечно, подсвящаем им. И в первую очередь хотелось бы у вас спросить, узнать, какие мероприятия были проведены, чтобы парад победы у нас прошел достойно? Ой, у нас очень много мероприятий проходило. И начали мы, конечно, с того, что у нас был субботник по всему городу. В этом году мы сделали хорошие скверы. Сквер Ворохова и сквер возле Фаянсового завода. Также мы вычистили сквер на Комсомольском сквере. На этих скверах проходили субботники, везде сажали деревья, проводилось благоустройство. Уже установлены детские площадки. Это вот все в преддверии праздника. Также проводилось очень много ремонта дорог. Мы старались, чтобы жители, и пройдя вот это вот шествие, которое будет у нас от военкомата до Комсомольского сквера, мы ремонтировали эту дорогу и также проводили благоустройство. Везде вычищали кусты и ненужные деревья сухие, сухостой. Мы все это убирали, тоже старались. Потом проводился у нас большой субботник на кладбище. Мы старались сделать все, чтобы память о наших ветеранах сохранилась не только в словах, но еще и в действиях, потому что все, что происходит там, это и... Вот это и есть наша забота о погибших и о живых. Вот вы уже затронули эту тему следующего вопроса. Вот на одном из последних заседаний по организации праздника вы обсуждали вопросы благоустройства и очистки территорий, памятных мест и захоронений. Много было работы вообще по уборке и благоустройству территорий, памятных мест? Или все-таки были они в достойном состоянии, чтобы косметические ремонты? Ну, у нас, да. Во-первых, мы ежегодно делаем там косметические ремонты. В том году у нас проводился капитальный ремонт захоронения в Комсомольском сквере. Мы меняли памятник. Это были федеральные деньги и областные, и городские. Поэтому у нас достойный памятник получился. И в этом году проходили только косметические ремонты. Естественно, мы всегда начинаем с памятника Ленина на проспекте. Уже это как традиционно. К дню рождения Ленина мы делаем там ремонт. Потом мы сделали ремонт еще памятника Ленина возле военкомата. И остальные памятники мы тоже старались привезти в состояние. А какие силы вы привлекали? Может быть, студентов, школьников, старшеклассников? Нет, это уже заложены деньги в бюджете. Проводится конкурс. И выигравшие компании, мы ей даем задания. Это все у нас вывешивается в интернете. Поэтому они уже знают, какие работы им обязательно сделать. Расскажите, как в этом году будет проходить Парад Победы? Сам парад. Сам парад. Ну, мы стараемся не очень далеко отходить от наших традиций, которые у нас уже сложились. Будут обязательно барабанщицы, обязательно это красивые девочки, которые идут впереди колонны. У нас замечательная группа казаков, мальчики, которые будут нести портреты наших ветеранов, и которые живы, и которые уже умерли. То есть, вот в этом году очень хорошо поработал Конаковский энергоколледж. Они создали вот этот вот батальон, бессмертный батальон памяти. У них будет больше 30 портретов. Флаги они нашли, поэтому вот мы будем тоже... Это вот новое будет. По всей стране идет акция «Бессмертный полк», мы тоже принимаем в ней участие. Да, да, да. И вот студенты энергоколледжа очень активно откликнулись и будут в этом году проходить вот с этими портретами. Также у нас, ну вот то, что проходит постоянно, это вот мы идем колонной, люди приближаются к нам со всех вот ближайших улиц. И я еще хочу сказать вот нашим жителям города Конаково, что большое спасибо за то, что вы приходите на этот праздник, что память в наших сердцах, она идет от души, а не по обязанности. И людей, и детей, и взрослых бывает очень много на этом празднике, и мы стараемся сделать, чтобы он был интересный. Также будет проходить митинг, возложение цветов, ну и потом угощение для всех желающих и фронтовые 100 грамм ветеранов. И салют. И салют, обязательно. Салют будет обязательно. Каждым годом ветеранов становится меньше, это понятно. Некоторым все труднее посещать Парад Победы. Скажите, какие условия городские власти создают для более удобного и комфортного пребывания пожилых, почетных пожилых гостей? Ну, во-первых, у нас уже сложившаяся традиция, мы стараемся автобусы, чтобы у нас были возле администрации в 9.30, у нас два автобуса, нам безвозмездно ежегодно дает предприятие наше АТП. И ветеранов мы привозим туда и отвозим обратно. То есть это обязательно. Те, которые не могут выходить из дома, но единственное, что это надо звонить нам в администрацию, мы обязательно привезем их на машинах. То есть мы никого не оставим и стараемся всех охватить, если есть желание, даже привезем и увезем уже отдельно на машине от подъезда до подъезда. Потому что, еще раз повторяю, их становится все меньше и меньше. И вы знаете, как чувство благодарности к ним становится все больше и больше. Основная задача, как вы уже говорили, окружить заботой, вниманием ветеранов и участников войны. Поэтому и мероприятия должны быть достойны Великой Победы. Вот в этом году в Канако пройдет и проходит масса различных мероприятий, спортивных, культурных. Расскажите, с чем это связано и какие будут мероприятия? Ой, вы знаете, связано, наверное, это именно с тем, что все хотят сказать свое спасибо нашим ветеранам и показать то, что они умеют и то, что они могут. Начались у нас мероприятия эти с 29 апреля. Это первое было, это турнирный, хоккейный турнир. В Ледовом дворце выступали и дети, и взрослые, и все посвящали свои победы нашим ветеранам. Потом у нас были очень хорошие мероприятия в библиотеке нашей городской. Мы чествовали ветеранов, спасибо, что их подвиг не забыт. Была там почти полная библиотека детей, взрослых, и было 11 ветеранов. Тоже хочу им сказать спасибо, что вот они пришли, потому что это все-таки нелегко для них. И так как их немного стараются на все мероприятия приглашать, они приходят очень довольны. Хочу также сказать спасибо всем нашим руководителям наших муниципальных учреждений, понимаете, и Конаковскому льду, и библиотеке, и Доковоровскому. Потому что они стараются, ну вы знаете, что культура и спорт это как бы всегда малооплачиваемая и такая сложная работа, ни выходных, ни отдыха. И тем не менее люди стараются принести такой вклад, чтобы было всем приятно и видеть, и смотреть, и участвовать во всем этом. Потом у нас очень много спортивных мероприятий проходило. Вот вчера, несмотря на дождь, дети вышли на центральную площадь, приехали к нам даже из Дмитровой горы, из Завидова, из Ручьев, спортивные команды. У нас была легкоатлетическая эстафета, и приняли участие больше 500 человек. Но в конце, когда награждали, вышло солнышко. Это был знак. Погода пожалела детей. Первый раз тоже проходит парад малышковых войск. Это дети из детских садов будут маршировать у нас на площади, на центральной, тоже показывать свое мастерство, свою преданность нашей родине. Ну и свое спасибо тем ветеранам, которые живы и которые погибли, защищая нас. Но еще у нас и после 9 мая будут продолжаться, до 15 мая у нас очень много и культурных, и спортивных мероприятий. Предлагаем посетить наши все культурные и спортивные учреждения. В Ледовом дворце завтра будет очень красивый ледовый концерт. Там будут выступать фигуристы, будут выступать артисты. Поэтому приходите, пожалуйста, все в 12 часов в Ледовый дворец. Спасибо, Лариса Николаевна, за интересную беседу. Пожалуйста. Война коснулась каждого. В каждой семье есть дед, прадед, который воевал. В День Победы выйдем на улицы с фотографиями героев, чтобы они вместе с ныне живущими прошли бессмертным полком по родному городу. Их увидят многие канаковцы и гости нашего города. Скажут им спасибо за великую победу. Нельзя допустить, чтобы их имена и лица были забыты. Это была программа Гость Студии. Я напоминаю, что мы принимаем у себя экспертов, политиков, представителей бизнеса и руководителей. Мы обсуждаем то, что интересно. Мы анализируем настоящее и строим прогнозы. Подключайтесь к разговору каждую среду в 18.30. Ждем ваших предложений или вопросов. Теперь мы есть не только на сайте telecom.ru, но и в социальных сетях. С вами была Ирина Сергеева. До свидания.